Девушки отдыхают Митцва-бар — это концептуальный бар, это первый в мире коктейльный бар, вдохновленный еврейским концептом. Митцва-бар находится в центре Москвы, недалеко от Кремля, на улице Пятницкая. Находится он в этой арке. У нас нет вывески, у нас нет большой неоновой вывески, так как мы изначально открывали концептуальный бар и надеялись на то, что люди будут приходить именно к нам, не приходя мимо, «О, зайдем в какой-то бар, выпьем». А вот именно приходили и что-то ожидали от нас, к чему-то шли. И в течение трех лет, даже трех лет, три года, четыре месяца, да, Даниил? Три года, да? Три с половиной года, да, мы уже существуем. Это очень маленький бар, мы можем вместить в себя только 65 человек, опять-таки, что нам помогает быть без вывески. Люди приходят, люди знают, куда они идут, люди готовы к тому, что они будут пить. Изначально мы, когда открылись, у нас была сложная кухня, изначально мы планировали сделать такой бар, гастробар, где можно поесть какой-то фьюжн, какую-то интересную кухню, но сразу как-то пошло, что 95% наших гостей начали пить только коктейли. И сейчас это продолжается, но гостей все стало все больше и больше, больше, больше. И, в принципе, из-за этого мы и начали открыть свою лабораторию. Это наша кухня, кухня у нас довольно-таки простая, это израильская, еврейская кухня, они отличаются, я не буду сейчас про это рассказывать, но вы можете почитать, это очень интересно. Не работает. Работает. Все. Раз в месяц мы делаем гастробартендинг, мы это начали делать сразу же, как открылись, буквально прошло полгода. Мы начали, это вам, кстати, совет, если вы планируете что-то подобное делать, мы начали привозить сначала локальных барменов, чтобы приучить наших гостей показать, что это такое, что это работает, что это новый экспириенс, новые какие-то вкусы, новые сочетания, плюс опыт для нашей команды. Позже, через некоторое время, мы начали привозить ребят из топ-50 лучших баров мира. Тут, наверное, вы кого-то уже видели, да, здесь за стендами, допустим, Винцеслав. Кстати, его фотография куда-то делась. Сейчас, секунду. А, ладно, черт с ним, Винцеслав. Вот. Адриан. Адриан, да? Адриан, я даже его имя перепутил. Вот. И с Химмингуэя, ну, здесь их сейчас нет, к сожалению. Мы начали возить уже более таких ребят, более известных, которые могут поделиться чем-то большим, дать какой-то опыт, дать какой-то опыт для наших гостей. И стабильно раз в месяц мы делаем привозы. Не было ни одного месяца, чтобы у нас не было геста. Вру, один был. Вот. И постоянно у нас какие-то интересные ребята. Это интерес для гостей. Изначально мы делали привозы два раза в месяц, но это очень затратно, это очень неудобно и очень сложно. Потому что нужна как бы подготовка, нужно еще их выгуливать, нужно с ними пить. Это очень сложно. Как на барометре, вот буквально три дня, представляете, а это три дня у вас повторяется два раза в месяц. Это жесть. Меню. Что касаемо нашего меню. То, что в виде свитка, это меню нашей кухни. То, что лежит сзади, это меню, которое мы не трогаем. Это наше барное меню. Мы его распечатали специально для партнеров, для алкогольных компаний, которые нам платят деньги, чтобы мы использовали их алкоголь, ставили его на полки. У нас их два или три сейчас, я даже не знаю. Оно просто распечатанное лежит. Одно и на всякий случай там еще одно должно быть или два. Изначально была такая идея. Так как люди все равно не могут разбираться во всех напитках, мы решили, что мы не будем использовать меню. Допустим, человек пришел к вам в бар, вы даете меню, книгу вот такую. У нас, допустим, более 180 коктейлей. Такую Библию даете ему. Он начинает листать. Первая, вторая страница, что такое антикоформула. Он сидит такой, думает, да, это кислое, сладко. Это ему не помогает. Поэтому мы решили спрашивать, что вы предпочитаете, покислее, послаще, поострее, посуше. Исходя из этого, уже человек делает свой выбор, и мы готовим ему напиток. Так как гостей становилось больше, все больше и больше, мы используем, естественно, какие-то подачи. То есть, и очень сложно сделать так, чтобы быстро все это отдавалось. Даже в будние дни у нас бывает то, что полные посадки, в принципе, практически всегда. И немного расскажу вам про посуду. Думаю, это интересно, да? Какую-то посуду мы делали по нашим эскизам, по нашим дизайнам. Мы сидели вместе, думали, как это сделать под концепт. Какие-то бокалы специально для нас. Мы находили какие-то формы и для нас их изготавливали. Большая часть посуды у нас это хрусталь. Какие-то бокалы мы даже сами собирали. Ну, позже я вам даже покажу такие конструкции интересную. Меню мы меняем раз в год, потому что мы используем всякие интересные подачи, какие-то новые ингредиенты. И, в принципе, это очень сложно, если вы работаете в таком темпе, менять часто меню. Лучше сделать один раз, но суперкруто, чем делать это каждые три месяца. И это будет не столь как бы привлекать внимание. В баре у нас две станции, в принципе, есть у вас полная посадка, две станции. В баре, где пьют 95% гостей коктейли, это очень сложно реализовать. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Это прям совсем нелегко, и поэтому было решено использовать pre-batch. При-batch, кто знает, чем отличается pre-batch от pre-mix? Он с басолом. А pre-mix – это у вас какая-то заготовка под коктейль, да? Может быть, без лимона, может быть, без чего-то. Pre-batch – это полностью готовый напиток. Столкнувшись с тем, что у нас, опять-таки, большие посадки, много гостей, и нужно было что-то сделать. То есть можно начать с таких коктейлей, которые просто содержат в себе в составе только алкоголь, да? Но можно сделать что-то большее, что-то интересное. Про это я вам хочу сегодня рассказать. Плюс к тому же это все всегда, в принципе, это все всегда одинаково. Ну, я вам сейчас позже дам в пример один напиток. И вы сами поймете, о чем я говорю. Сначала мы начали делать pre-batch какие-то, потом поняли, что, в принципе, места в баре очень мало, чтобы делать что-то серьезное. Мы начали делать с кларифицированной, с зеленью, с какими-то такими ингредиентами свежими. И мы поняли, что стоит открыть свою лабораторию для того, чтобы производить уже качественный продукт, где можно создавать что-то новое, где можно экспериментировать. Ну, вот, в принципе, небольшой отрывок. Я вам расскажу, что мы производим в лаборатории. В прошлом году я был на барометре. Может быть, кто видел, у нас был поп-ап совместно с Grey Goose. У меня были эссенции, я даже кому-то дарил. Может быть, даже у кого-то из вас они были. У тебя. У тебя были. Мы делаем свои эссенции. И, кстати, я не зря, не зря, на самом деле, сюда добавил про эссенции. Это очень важно. Эфирные масла, эссенции. Если вы решили использовать что-то подобное в баре, будьте с этим крайне аккуратны. Так как продаются в аптеке банные эфирные масла всякие, я видел не раз, что бармены брали, использовали это все в напитках, но они не подозревают, что они могут убить человека. То есть нужно смотреть на экстрагент. Если экстрагируемое вещество, допустим, я не знаю, лаванда, экстрагент. Часто бывает, что используют ацетон. Это офигенный экстрагент. Но это, как вы понимаете, несъедобно. Это только для ароматики. И стоит учитывать. Поэтому, когда берете эфирные масла, эссенции, смотрите, какой там экстрагент. Если ничего не написано, если они, не знаю, там, вы увидели где-то подозрительное, что-то лучше никогда не используйте. Сами отравитесь, еще кого-нибудь убьете. Также мы делаем свои коктейли бутылированные. Они уже с делюцией. Вот один из них. Кто-то сегодня его унесет. Возможно, это буду я. Они уже с делюцией. Нужно просто поставить в холодильник, налить в бокал, и вы можете пить. Также мы делаем свои карбонизированные коктейли в стиле корковая пробка, мюзли, олд кюбан, френч 75. Олд кюбан, допустим, для олд кюбана мы покупаем израильскую мяту, настаиваем ром в течение 12 часов в магнитной мешалке. Далее экстрагирую эфирные масла мяты, добавляю талой воды. Это вроде делюции, да? Потому что талая вода имеет другие свойства. И все-таки она ощущается по-другому, да? Мы все это знаем. Далее мы карбонизируем это все, добавляем игристого и укупориваем. Этот напиток, допустим, может стоять больше года. Предыдущие обычные, не карбонизированные, потому что я только год замерял. Год стоял точно. Предыдущие могут стоять более пяти лет. Это уже стабильно. Они будут всегда стабильными, они не меняют никогда вкус. Там нет частиц, которые могут его изменить. Также мы делаем глыбы прозрачные. Кстати, про глыбы я не включил, потому что у меня мало эфирного времени, всего лишь час. Но если кому интересно, как их делать, это будет вам стоить примерно 10 долларов, чтобы делать там год-два года глыбы, и больше вам ничего не надо. Один расход. И вы можете вмораживать все, что хотите для конкурсов. Допустим, у нас ребята участвовали, мы там саксофоны замораживали. Что только не замораживали, вообще дичь какая-то. И теперь я расскажу вам про наши авторские коктейли. И я не просто так про это все говорю. На самом деле это все очень важно, и вы сейчас начнете понимать. Я хочу вам лишь рассказать про техники, про то, что под каждый напиток мы используем определенные техники. Вы все это знаете. Этот коктейль называется Cell of Salomon. Здесь ржаной виски на опаленных дубовых опилках. Два разных вермута. Эссенция из тонкобобов, которую мы экстрагируем в лаборатории. Почему я его включил сюда? Мы используем для него, чтобы состарить, чтобы сделать более округлым, ультрасоник. Знаете, что это? Ультразвуковой гомогенизатор. Модная штука. Говорят, что с этим можно делать инфьюзы, можно делать все. Можно заменить все, что угодно. Можно заменить даже бармена. На самом деле это не так. Этот аппарат я специально хотел рассказать про него, потому что он стоит недешево. Все хотят его, не знаю почему. Нам его купила компания, мы не покупали его сами. На чужие деньги, конечно, можно купить. Да, на чужие деньги нужно купить. Он эффективен, если у вас есть, допустим, винный бар, порто-бар. Если у вас концепт того, чтобы делать какие-то стронги. Он очень круто работает. Но в нем нельзя делать инфьюзы. Я сейчас расскажу, как он вообще работает. Под влиянием сильного ультразвука у вас все частицы, алкоголь состоит из частиц, из молекул, из частиц. Они начинают рушиться. Тем самым происходит эффект смешивания. Если мы, допустим, возьмем негрони, поставим его на полку. Через несколько лет он станет более округлым. Кто-нибудь пробовал такое делать, нет? Если мы возьмем что-то, закинем в дубовую бочку. Через месяц что произойдет? Ничего. Ничего не произойдет, потому что месяца для бочки это мало. Я не знаю, почему все используют до сих пор. Еще есть такой миф, что можно при помощи гомогенизатора, так как он при помощи ультразвука рушит частицы, делать быстрые инфьюзы. Это не так. Сейчас объясню. Если мы возьмем, допустим, джин, захотим делать базиликовый или мятный джин, мы можем настоять, мы можем засунуть его в сувит, что будет крайне неправильно. Но можем использовать, типом можем использовать гомогенизатор. Но дело в том, что ультразвук проходит через жидкость к экстрагируемому веществу. Тем самым жидкость меняет вкус. А мы изначально же берем за базу какой-то джин, который мы хотим использовать. Мы хотим же добавить в него аромат. Поэтому для инфьюзов это не подходит. Для вин очень круто, если вы возьмете, допустим, молодой шерас. Я, кстати, хотел привести, но побоялся, что могут не пустить с таким количеством всего для вас. И если мы возьмем молодой шерас и, допустим, винтажный шерас. Между ними разница, который в бутылке просто лежал, он более округлый, более мягкий. Но молодой, более тонинный. Мы можем при помощи гомогенизатора убрать просто эту тонинность. Вот это очень круто. То есть в винных барах это вообще незаменимая штука. Я считаю, это очень круто. Вы можете взять шато де пакет. Я не знаю. Так, дальше. И немного дальше про наши коктейли. Этот коктейль называется Ben-Gurion. Ben-Gurion. Я не буду историю коктейля рассказывать, почему он так назван. Но вкратце я вам скажу то, что мы, как я уже повторюсь, мы меняем меню раз в год и каждый год оно концептуальное. Допустим, прошлое меню у нас было посвящено алхимии и масонству. В этом году наше меню посвящено знаменитым евреям, которые повлияли на ход истории. Они из разных стран. И Ben-Gurion, как раз таки израильский политик, не буду говорить все его заслуги, в этом коктейле кинза свежая, кашаса, текила, немного арака, там буквально чуть арака, это анисовый дистиллят. Мы его делаем сами. Он суперлокальный для Израиля. Люди в Израиле любят и пьют его. Сироп агавы. Далее мы добавляем ферменты, кларифицируем его, добавляем в талую воду, карбонизируем, разливаем по бутылкам. Бармену просто нужно открыть, налить в стакан и отдать. Почему? Я мог на самом деле сделать при бетче его, тупо алкогольную основу, чтобы не укупоривать, не заниматься этим. Но есть один момент. Лед у нас по-разному ложится в хайбл, да? Мы знаем. Чуть больше воды, другой баланс. И это уже не стабильность. Идея в том, чтобы делать все стабильным, все делать одинаковым. Этот коктейль называется Хайм Герцег. Он тоже посвящен этому израильскому политику. Здесь я делал, кстати, его на Гесте. Вот у ребят у меня было за день до барометра. Здесь виски, которые мы повторно дистиллировали с копченой уткой. Я экстрагировал эстрагон, мартини абрато и смесь трех кислот от Дэйва Арнольда. Если папиаш, это похоже на лайм. Почему здесь именно кислоты? Я мог же добавить лимон, убрать все и сделать его таким. У лимона есть своя ароматика. Это про то, что я говорил, что для каждого напитка мы используем разные техники. У лимона есть своя ароматика. Если смешать мясо утки, утку с эстрагоном, то добавить лимон – это не сочетается. Нам нужно добавить немного кислотности, и будет у нас, в принципе, без аромата, но все ароматы останутся. Кислоты не заменяют лимон. Нельзя все взять в баре, сделать все на кислоте. Нет, это так не работает. Под определенные коктейли вам нужно использовать разные техники. Это очень важно. Этот коктейль называется «Сара Бернард». Он назван в честь французской актрисы еврейского происхождения. Здесь пандан, джин, цинджермен, фэтвошинг с кокосовым маслом и опять-таки смесь трех кислот. Почему? Потому что очень много тонких ароматов, которые стоит распробовать, и лимон все это убьет. Плюс, если мы добавим фермент, если мы будем кларифицировать его с лимоном, мы потеряем немного ароматов. Он уже будет не таким ярким. И самый главный коктейль, самый важный коктейль – «Викториосо». Это, кстати, не просто так, потому что я сейчас в Бакарди Легасе подал с ним заявку. Этот коктейль может стоять вот в таком виде больше года, и ничего с ним не произойдет. Это мой концепт как раз-таки для Бакарди Легаси. Здесь сок морковный, который продается в магазинах. Сироп кокосовый, рисовый уксус и ромбокарди. В принципе, там ничего, что может испортиться. Кстати, давайте попромоутим мой напиток. Сделаем одну фотографию. Селфи. Сделаем? Смотрите, нужно показать знак «Виктори», «Викториосо» и сфотографируйся. Кто получится красивее всех, тот получит крутой подарок. Давай лучше сфотографируй и скажешь, кто получился лучше всех. Все показываем «Виктори». Спасибо. Кто получился лучше всех? Я, ну, никому ничего не дадим, значит. Коктейль? Да, я даже дам попробовать. Я не знаю, может, до кого дойдет. Может, кто сам выпьет. Идея в том, что, когда вы делаете прибетчи с соками, вам очень важно, чтобы… Что? Что? Очень важный момент, что без алкогольной основы не должно быть более 50%, то есть в плане соотношения. Алкогольной основы должно быть не менее 50%. Понятно? Так, сейчас я раздам вам. Секунду. Тогда у вас прокиснет. Все очень просто. Если больше? Больше. Без алкогольной основы. Ну, тогда у вас все начнет… А это было мне, ну, ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Ну, и переходим к нашей основной теме, к самому главному. Зачем мы это делаем, для чего мы это делаем. Если, допустим, я приду к кому-нибудь из вас в бар и попрошу у каждого бармена сделать мне aviation. Все эти aviation будут абсолютно разные. И у вас будет постоянно разный aviation. Это круто для тех, кто сидит за баром, может быть, да, они еще могут понять. А кто сидит за столом. В принципе, им пофигу, кто работает за баром. Пусть там будет, не знаю, хоть Алекс Кротен. Им все равно. Только барменам не все равно. И как раз-таки это нам помогает. Сделать то, чтобы продукт был стабилен. Сделать так, чтобы он стоял на полке. Так как лимон уже на второй день меняет вкус. Мы можем даже, допустим, делать какие-то с лимоном. Как aviation. И вот он aviation. И начнем, в принципе, говорить про наши кларифицированные коктейли и как это делать. Первое, что нам нужно знать. Почему коктейль будет менять вкус, если мы смешаемся с лимоном. Возьмем литр и сделаем aviation. Что будет происходить? В течение пяти лет будет происходить деградация полисахарида. Это пектин. Вот это нужно сфотографировать. В течение пяти лет будет происходить деградация. Он выпадет у вас в осадок. Вы получите прозрачный коктейль. Но за эти пять лет он изменит вкус раз. Раз, не знаю, сколько раз. В общем, очень много раз. То же самое, допустим, у нас в баре нет ни одного коктейля, который мы делаем мадлом. Так как каждый раз эти коктейли выходят разными. Это большой минус. В этом мы проигрываем уже. Даже, допустим, взять один, не знаю, со свежей малины, с чем-то еще, мадлити. И каждый коктейль будет абсолютно разным. И мы не сможем сделать так, чтобы он был стабилен. Поэтому нам легче использовать какие-то моменты, чтобы сделать этот напиток в прибетч. Здесь на фотографии есть базил смеш. Сейчас мы его уже убрали из меню, он у нас был. Все сфотографировали это, да? Как раз-таки это наша проблема. Нам нужно его удалить. Я сейчас расскажу, как, но мы еще затронем еще один коктейль. Коктейль такой, как гимлет. Допустим, кто знает, да, там про агар-агар, знаете, вот эту вот историю глупую. Когда вы берете, варите кордиал, добавляете в этот агар-агар, вы теряете всю ароматику. Почему люди осветляют? Не потому, что это просто красиво. Ну, хорош, и он и мутный красивый гимлет, да? Но дело в том, что гимлет после двух дней начинает каждый день интенсивно менять ароматику. Он не может долго стоять, он меняет ароматику. На это вы проигрываете, у вас есть списание. Допустим, у меня в баре нет списания. А так вы, получается, списываете, просто так выливаете продукт. Это очень глупо. Лучше оставить эти средства на какие-то, не знаю, конкурсы. Лучше оставить их на, не знаю, на проработке чего-то нового. Правильно? И поэтому мы не используем агар-агар. А чаще всего этот кордиал похож на сахарный сироп с лимонной кислотой. И зачем тогда варить кордиал, зачем тратить лайму, если можно сахарный сироп сварить с лимонной кислотой, или смесью кислот, и вы получите типа кордиал. Тоже так уже прозрачный, эстетичный, но смысла нет. И опять-таки он портится. Вы ничего не выиграли. Вы потратили свое время, которое вам оплачивают, и вы ничего не выиграли. Начнем мы, давайте начнем с aviation. Давайте начнем с aviation. Мы берем целую бутылку aviation. Для простоты вашего восприятия, чтобы у вас появилось логическое восприятие, я разбил это все на две подтемы. Сначала мы сейчас попробуем убить полисахарид. Как нам это сделать? Мы это делаем при помощи фермента пектиназы. Сейчас далее, на следующем слайде я покажу, что такое фермент пектиназы, мы сейчас не будем засорять голову, просто в целом картинку запоминаем. Мы добавляем фермент, размешиваем, далее криофильтрация. Для того, чтобы ускорить работу ферментов, чтобы быстрее у нас полисахарид выпал в осадок. Кто знает, что такое криофильтрация? Замораживание. Да, замораживание. То есть вы можете взять, добавить фермент, чтобы алкоголя было не менее 50% от объема. Добавить фермент, растворить его, закинуть в морозилку, уйти на несколько часов, либо уйти домой. Утром вернуться, достать, и когда он встанет в каком-то температуре, вы увидите, как у вас коктейль расслоится. Что касаемо гимлетов, здесь вообще все просто. Здесь на самом деле так все просто, что я не знаю, зачем вы усложняете себе жизнь с агар-агаром. Кордиал можно сделать, гимлет можно сделать с кларифицированным без ничего. Просто криофильтрация. Засунули в морозилку, вытащили, у вас все расслаивается. Так что смысла вообще нет использовать агар-агар. Но можно ускорить все. Можно ускорить эффективно, быстро, круто очень. Это химический ацербент, это бентонит, это глина. Вот это нужно все сфотографировать. Скажите, когда все готовы. С айфонами готовы? Дальше. И вот это тоже можно сфотографировать. Фермент – это белковая молекула, ускоряющая химические реакции в живых организмах. Это нужно запомнить. Ферменты не все подходят. Я выписал использование. На 1 литр коктейля вы используете 2 грамма. Растворить вы можете при помощи магнитной мешалки, при помощи обычного блендера, при помощи, как он называется, с ногой блендера, в общем с ним, погружной, да. При помощи, то же самое касаемо от сарбента. 4 грамма на литр. Далее криофильтрация. И у нас получается вот что, у нас получается расслоившиеся коктейли. Они абсолютно прозрачные, они просто из холодильника. Громче говори, чтобы все слышали. Бентонит надо растворять. В блендере можно растворить все. Вообще не парится. Нет, прямо в коктейле раствори. Прямо в коктейле раствори все. Мы получаем 2 напитка. В принципе, они очень крутые. Их уже можно использовать. Но все же вот в этой части остается часть коктейля. Так как это хлопья, которые выпадают, они держат в себе еще жидкость. Мы еврейский бар, мы не можем себе этого позволить. Даниил на меня просто смотрит, когда я начинаю это делать. И мне страшно становится. То же самое и здесь происходит. Поэтому нужно это все профильтровать. Отфильтровать все самое нужное. Остальное все выкинуть в мусорку. Плюс в том, что когда мы используем ферменты, мы не теряем ничего. Только какие-то доли. Адсорбент чуть больше, но это тоже какие-то доли. Далее нам нужно это все просто профильтровать. Вы можете, в принципе, слить это все. Но у вас осадок начнет всплывать, и у вас опять все будет с осадком. В принципе, здесь он может храниться уже вот в таком виде. Наш aviation. В принципе, он может держать там уже все, полисахарид. Его уже нет. Он все, он в хлопьях, здесь ничего не будет. Вкус он не поменяет уже никогда больше. И далее мы рассмотрим фильтрацию. Самое-самое-самое простое. Коктейль после кривой фильтрации мы берем. Первый метод. Это самый дешевый, эффективный, но немного медленный в плане того, что вам понадобится время, чтобы пролить весь коктейль. Это колба бунзина. Это не кофейный фильтр. Следующий это… Сейчас, секунду. Вы, мы получаем готовый напиток. Это центрифуга. Центрифуга – это затратно. Есть центрифуга спинзал. Это блендер, из которого сделали центрифугу. Есть нормальные лабораторные центрифуги, которые плюс еще, когда они раскручивают до 3800 оборотов, они еще и охлаждают настоящие хорошие, самые дорогие центрифуги. За счет этого у вас частицы становятся более тяжелыми и выпадают резко в осадок. Но все равно у вас проблема в том, что вам нужно фильтровать постцентрифуги. Частицы все равно всплывают маленькие. Вы можете сделать через кофейный фильтр, но это неэффективный вариант, но он как бы… он есть. Я просто сказал, потому что вы скажете, а как же кофейный фильтр? Поэтому мы используем кофейный фильтр. Но вы знаете, когда в кофейном фильтре остается совсем немного, оно просто не льется. Итак, кто первый сейчас поднимет руку, тот получит подарок. Видел? Держи. Лови. Так всегда говорится, так просто. Вот ты поднял, да? Кто-то отсюда, кто поднял руку? Все, все, все. Тихо, тихо. Вот это нам нужно сфотографировать. Но я рекомендую все равно после центрифуги использовать колбу Бунзина. Это намного эффективнее, это намного быстрее. Сейчас я расскажу, как работает колба Бунзина и что это такое. Про центрифугу есть смысл больше рассказывать чего-то? Нет. Все понимают, как это работает, поэтому я не стал вставлять ее в слайды. Времени мало, я очень тороплюсь. Сфотографировали? Точно? Колба Бунзина. Колба Бунзина, она состоит из двух частей. Ну, мы называем просто колбу Бунзиной. Это на самом деле колбу Бунзина и воронка Бюхнера. Работает она под средством вакуума. Вы знаете же кофе Аэропресс? Отлично. Так вот, Аэропресс работает от внешнего давления. За счет чего у нас быстрее лопаются фильтры и у него очень маленькая площадь поверхности, через которую мы фильтруем. А бумажные фильтры, они очень быстро засоряются. Здесь же, в принципе, колба Бунзина стоит недорого. Это стоит такая большая, стоит примерно, сейчас скажу, 30 долларов где-то так. Это, в принципе, немного. 30 долларов, она служит вечно. И к ней понадобятся обеззольные фильтры, которые практически бесплатно идут. Они есть. Плюс в том, что если вы используете кофейный фильтр, вы не можете выбрать микроны, да, по микронам. Вы просто берете фильтры и используете, а здесь выбираете еще и микроны. Микроны, все это быстро фильтруется. А какая оптимальная? Есть вот так вот, запомни. Они так и продаются, в принципе, везде. Быстрые, медленные и средние. Бери средние, все. Два фильтра средних, и все отлично работает. Обеззоленные. Там, где вы будете брать колбу Бунзина, там есть уже фильтры. Запомнили название, сфотографировали? Да, дальше. Работает там под средством вакуума. Вакуумные насосы бывают разные. Есть водоструйные, это ребяческие, которые используют в школах для экспериментов. Там прям весело, да? И есть уже более профессиональные, они, в принципе, стоят он так вот 50 долларов, но к ним можно подключить хоть 20 этих колб. Вы можете прямо устроить там завод по кларифицированным коктейлям. Есть ручной. Ручной стоит тоже 30 долларов, он, в принципе, тоже работает. Поэтому, в принципе, вакуумным насосом проблем не возникнет. Если вы бьете в интернете вакуумный насос, выйдут все они. И вы уже там выбираете сами. Главное, не берите водоструйный. Водоструйный работает от воды. Вот видишь барную ложку, да? Тут такая спираль. Водоструйный – это такая трубка, в которой есть кусочек спирали. Напротив этой спирали еще одна трубка. Когда вода льется, она начинает всасывать отсюда воздух. Вы подключаете, и когда у вас перепад давления, кто-то там, не знаю, смыл унитаз, у вас вся вода эта льется в колбу. И вы не можете создавать определенный вакуум. Поэтому лучше всего берите ручные, самые лучшие, потому что сюда нужно отдельно покупать вакуометр, возиться. Ручной там уже все понятно, там все есть. Просто там стоит вакуометр, вы замираете, сколько вам нужно, и все, и фильтруете. Есть вопросы? Давайте вопросы. Время вопросов. Любые. Колба-бунзин работает, и вакуумный ассоцией работает. Как карбонизируете? СО2. Можешь через сифон карбонизировать. У нас немного другое там устройство. Да, ты можешь. Да, да, да. Тоже эффективно. Да. Когда вы сделали кларифицированный коктейль, вам нужно просто взять его, сделать стир, налить в бокал и отдать все. И про непостоянность. Да, есть специальные насадки. Про непостоянность. На Алиэкспресс. Инкьюзы тоже, по сути, могут быть непостоянные, правильно? Что именно непостоянные? Ну, типа ты говорил, да, мяту, да, эстраблон. Это что же может быть непостоянным? Если ты сделал, при помощи полисахарида, да, квалифицировал? Да. Он будет постоянным. Ничего не произойдет. Дальше Milk Punch. Самое интересное. Наверное, сталкивались, наверное, пробовали уже все. Сейчас это модно, сейчас это модно в Нью-Йорке, сейчас это модно в принципе везде, да. Кто знает, кто этот тип? Кто сказал первый Франклин? Держи. Да, это Бенджамин Франклин. Именно он. Благодаря этому чувачку мы сейчас знаем, что такое Milk Punch. Именно он на самом деле поставил на поток известность в своем письме. Что такое Milk Punch? Изначально был алкоголь очень плохого качества. Был дерьмовый виски, были дерьмовые еще всякие напитки. И как-то люди поняли, что может до сих пор полугар, если вы знаете, белком вроде фильтруют, да, если я не ошибаюсь. Люди поняли, что при помощи белковых можно удалять ненужные нам ингредиенты, то есть из напитка, ненужные нам компоненты. То же самое, если взять, допустим, виски саур. Виски саур делается с белком, дайкири, бакарди дайкири делается без белка. Парамоток. Кто? Чего ты не хлопал? Чего ты не хлопал? Вот, без белка. Потому что виски выдерживаются в бочках, он впитывает в себя вредные элементы, и нам нужно от них избавиться. В этом и плюс в Милк Панче. Милк Панче еще один большой плюс в том, что вы делаете напиток, он имеет вкус, он имеет послевкусие, плюс еще у вас есть ощущение во рту, как белковые обволакивают полость рта. Сейчас в Милк Панчах используют даже соевое молоко, но соевое молоко немного пахнет не очень круто, и оно оставляет свой аромат. Лучше можно использовать безлактозное молоко. Есть очень много всего. Делается все это очень просто. Сейчас расскажу, как. Кстати, вот письмо Бенджамина Франк. Кому интересно, можете сфотографировать. Это суперинтересно. Это был его Милк Панч. Вот он упомянул в этом письме как раз-таки свою рецептуру. Он увлекался коктейлями, как и мы, и отправил кому-то. Ну, видите, как-то оно у нас оказалось в баре, который мы сфотографировали. Вот. Вот так вот. Как это все работает? Милк Панч – это, в принципе, это стиль. Это стиль напитка. Это метод приготовления. Вы можете использовать разные пропорции, вы можете использовать разные ингредиенты. Нет никакого такого какого-то стандарта, шаблона. Главное, запомните, как правильно его делать. Я сейчас объясню и более такую идеальную формулу вам расскажу. Допустим, самое главное, самое главное, как правильно строить его. Вы берете алкоголь, смешиваете с лимоном и потом добавляете молоко. Если вы смешаете алкоголь с молоком, добавите лимон, оно медленнее сворачивается. Поэтому это стоит самое первое, что учесть. Можно записать. Далее мы добавляем сироп. Молоко добавлять или вливать жидкость в молоко? Ты берешь алкоголь, смешиваешься с лимоном и добавляешь молоко. Можно тонкой струйкой, можно толстой струйкой. А ребята, вредно, почитай, тонкой струйкой вливать. Далее это все сворачивается. Вам не нужно ждать, вам не нужно ничего делать. Вы сразу видите, как оно сворачивается. Никогда не используйте биомолоко. Что? Что ты руку поднял? Мы делаем уже готовый панч полностью с лимоном. Так, вы его нам понравили? Да. Пожалуйста. Так, далее у нас сворачивается, и мы заливаем в супербэк. супербэк – это мешок, который обычно используется при производстве сыров. Суперсумка. Эта суперсумка, она продается, в принципе, ее можно купить на ebay. Главное, чтобы было вот такое кольцо. Это очень важно, потому что легче вливать. Вы вливаете это все в сумку, и у вас все равно течет все мутное. Вы сливаете, забираете это и заливаете обратно, и у вас уже прокапывается все прозрачное. Далее, самое главное запомнить, как это все, я сейчас обещаю, как это все работает сначала. Когда молоко сворачивается, оно налипает на стенки этого мешка, и создается некий природный адсорбент, через который у нас медленно прокапывается прозрачная жидкость. Мы ее сливаем, можем это использовать. Если вы мелк панч возьмете и поставите в холодильник, и не будете его доставать, вытаскивать, он может храниться примерно три месяца, и с ним ничего не произойдет. Если вы его будете дергать постоянно, он начнет уже портиться. Закрыли бутылку, убрали в холодильник, все. Он у вас стоит, все идеально. Ну и такую пропорцию для вас, на которой вы можете поэкспериментировать. Это, допустим, пол-литра, ну давайте я расскажу про один мел панч, который у нас есть. Я в прошлом году на барометре готовил, кто был пробовал, я вот про него расскажу. Давайте так будет проще. Там была водка. Да. Вот, я один раз взял в Германии, про биомолоко ты мне не дал это рассказать. В Германии я попросил молоко, чтобы сделать мелкий панч. И как всегда, ну все хотят все лучшее гостям, да, купить. Они купили дорогое биомолоко. Молоко, биомолоко немецкое, оно не сворачивается. Никак. Вот оно не сворачивается. Такое немецкое биомолоко. И я его вцентрифужил. Я получил масло на поверхности. Поэтому супербэк быстрее, стабильнее, потери минимальные. Поэтому лучше все-таки использовать супербэк. Традиционно. Какая ячейка? Насколько мелкий супербэк? Ну в принципе они… Бери среднюю, либо самую мелкую. Самую мелкую бери, еще лучше. Окей. А? Процент потерь. Процент потерь в принципе небольшой. Вы теряете немного. Сейчас я расскажу, как я делаю, и мы сейчас посчитаем проценты. Калькуляторы достанем сейчас и будем высчитывать в процентном соотношении. Значит, смотрите, нам нужно, допустим, я делаю, это было 500 миллилитров водки, 250 миллилитров мартини битера. Мартини резерва битера с письяли. Дальше лимонный сок. Тут просто сидит, умничает. в сапокарде. Вот. Говорить надо правильно. 250 миллилитров лимонного сока и рич сироп. Рич сироп – это концентрированный двойной сироп, да? И 75-80 миллилитров рич сироп. Далее мы добавляем молоко, все это сворачивается, льем в супербэк, и мы получаем… А? Сколько молока? Молоко, да. Молоко очень важно. 500. Сколько крепкого… Давайте вот так. Сколько крепкого алкоголя, столько же молока лейте. Идеально. Жирность как-то играет? Жирность никак не играет. А вот этого вкуса, вкуса сливочного не будет все равно. В чем и плюс. Будут только белковые, которые будут придавать мягкость этому напитку. вопросы по мелк-панч. И вот мы, в принципе, получаем… И сколько, допустим, этот объем? Да. Из объема, допустим, давайте возьмем пол-литра молока, 250 лимона и пол-литра алкоголя и 150, да, там, сиропа рич. Мы получим сейчас… Не, не, я сейчас говорю без мартини-битера, без мартини-битера. Не буду исполють его сейчас. Вот. 150, да? 150, да, вот это просто. Будет безвкусный, прозавческий, со сладкой. Мы получим примерно… Сейчас скажу, сейчас скажу литр, ну, примерно… Скорее всего, мы получим 850-880 миллилитров. А алкоголь у вас заменяет делюцию, поэтому вы наливаете просто на айскюб, ну, на айсбол, на лед просто стир и отдаете все. Вам ничего не нужно делать. Опять-таки, плюс в том, что вы можете после работы это смешать, если у вас бар позволяет делать какие-то сезонные штуки, временные, вы можете это все смешать и все. Оставить, утром вы придете, вы получите готовый напиток. Вообще, ну, париться, в принципе, не нужно. Это зависит, кстати, от молока. От молока. Я в Осло, когда мы гестили в Химкок, я сделал за 4 часа 8 литров милк панча. Но иногда молоко бывает такое, что нужно очень долго ждать, да. Нет, никакой. Лактоза не играет роль, ничего. Только белковое составное молоко играет роль. Та, что сворачивается. То, что это по типу сыворотки делается. Процент алкоголя не влияет. Для сворачивания никак не влияет. Ничего не влияет. Главное правильно вливать все. Но, опять-таки, если сделать какой-то суперслабоалкогольный, он, опять-таки, меньше простоит, да, мы понимаем. Температура где вы делаете? Молоко любое. Не надо его там подогревать. Нет, это все бред. И холодное даже свернется. Хорошее молоко в любом виде сворачивается. И самое главное, коктейль, джин, тоник и мои контакты. Фотографируйте, пишите, подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте. Спасибо. Да, делайте фотографии, потому что либо добавляйтесь в фейсбук, я всегда всем отвечаю. И...